Машина была под градами, машина была под обстрелом. Нам надо было вывозить и раненых, надо было вывозить местное население. Поэтому машина была брошена. В любом случае, эта машина была бы либо разбита российскими снарядами, градами. Я в этом пищеватом тоже был. Поэтому она спасла многие наши жизни, наших ребят, мирного населения. Мы говорим хозяину спасибо, отдаем ему машину эту. Как доктор, он должен нас понимать, потому что он является доктором. Так, господин доктор? Машина бронирована? Нет, она не бронирована совершенно. Поэтому у нас машин практически все, наша подвижная состава, на второй день весь у нас тоже. И вы сами знаете, даже из прессы, с этого мы отдали свой Урал. Но пытались вывезти раненых, но его, к сожалению, разбомбили, так называемая ополчевство. Я машину оставлял в друга во дворе. И ее, когда поселок взял Айдар, ее взяли для нужд армии. Какой поселок это где? Хрящий ватар. Все. Как договаривались, в общем-то, пользуются. Сказали, что она будет закреплена за кандидатурой Рады Счастья. И что ее можно будет там забрать. Спасибо, что спасли нашу жизнь, а мы спасли вашу машину. Спасибо. Продолжение следует...